здравствуйте мои дорогие сегодняшнем видео пойдет речь о моих кисточках какие кисти я предпочитаю конечно же мне очень нравится кисточки от маг и сигма но сразу покупать кисточку за 200 или 300 гривен я не имею смысла то есть в данный момент это не наличие в деньгах просто под кисточку за 300 гривен или за 250 за 200 гривен я считаю это полным бредом конечно хотелось бы получить подарок кисти или приобрести их со временем но очень мне нравятся кисти чтобы они были не проклеены а прошиты таких кисточек я пока еще не видела нигде очень хотелось они очень качественные очень хорошие чем проклеенные кисточки и я бы хотела вам рассказать о кисточках которые у меня есть в данный момент который я использую у меня есть такие кисточки от компании Avon они находятся вот в таком чехольчике это дорожный вариант вообще это серия 24 карата золота эти кисточки такие мини набор вот эти 4 кисточки одна для пудры вторая аппликатор кисти кисти для помады и кисти для тени вот эта кисточка очень хорошая мне очень нравится она очень мягенькая она удобная компактная она мне безумно нравится мне нравится ручка что она не длинная а вот такая вот небольшая в общем эти кисточки очень хорошие в дорогу я бы сказала в дорогу взять если на них поездок поехать они удобные местительно положить в сумочку себе вторые кисточки это кисточки от Тори Флэм я уже рассказывала они вот находятся вот в таком чехольчике они мне безумно нравятся тоже они хорошие по дизайну очень красивые эти кисточки очень такая интересная выберта гравировка компании Oriflame она не стирается эта вот гравировка очень они мягенькие это синтетические ворси если не ошибаюсь и очень мягкие и хорошие кисточки особенно мне понравились вот эти 3 кисточки для пудры это на основе и для румян хорошая кисточка растушевочная она очень похожа на мако как девчонки говорили вот такая вот кисточка здесь у меня кисточка еще имеется от Oriflame тоже серии Giordani она мне безумно нравится кисть карандаш она очень мягкая хороший великолепный дизайн хорошо проклеена сама кисточка вот такой наборчик состоит вот в таких кисточек и следующий наборчик это мои недавно недавнее приобретение это кисточки от компании Ecotools здесь 4 штучки они вот находятся в таком чехоль чехолчики сейчас открою их вам покажу они безумно понравились вообще за свою цену очень хорошие кисточки вот так выглядит этот чехольчик достаем эти кисточки они очень мягкие вообще особенно вот эта кисточка из кабулки мне понравилась очень она такая небольшая и очень компактная эта кисточка, вот, мягенькая-мягенькая, она очень хороша, вообще эти кисточки хороши для минеральной косметики, и косметики елеобразной, кремообразной, крест, румяна, тени, вот, следующая кисточка для пудры, она такая нежная-нежная, очень мягенькая, очень приятная, когда наносишь пудру или румяна, очень хорошие кисточки, следующая кисточка для консилера, если не ошибаюсь, для консилера, по-моему, для консилера, если не ошибаюсь, и еще одна кисточка растушевочная, вот так она выглядит, очень мягенькая, она хорошо тушует, растушевывает, и еще одни у меня кисточки, их от Мак, но это реплика, это производитель Гонконг, очень хорошие кисточки, мне понравились, здесь есть натуральные, так и из искусственного ворса, понравились кисточка для пудры, вот так она выглядит, эта кисточка, безумно мягенькая, я уже, наверное, мыла ее несколько раз, ворс пока не вылазит, она мягкая, очень хорошо вообще распределяет пудру, еще одна мне кисточка понравилась для тональной основы, сейчас вам покажу их все, извините, пожалуйста, что они не помытые, так я не пользуюсь, но я обязательно их помываю, пусть в каждом месте, вот кисточка мне понравилась для пудры, тональной основы, я именно наношу еще румяшки, она очень мягенькая, очень такая приятная, волоски не вылазят, я уже, наверное, не знаю, очень много раз ее мыла, и с шампунями нейтральными, и жидкие мыла, хотя вот кисточки сушу вот таким образом, чтобы водичка стекала вниз, не попадала вот сюда, вот железный вот эти вот, не знаю, забыл как называется, извините, забыл, и кисточка мне понравилась для подводки, она очень тонко проводит линию, мягенькая, очень не царапает кожу в кожу, очень безумно хорошо уставляет своей работой, еще мне понравилась кисточка для растушевки линий, вот такая кисточка, под номером 212, так она выглядит, и кисточка понравилась мне еще для тональной основы, здесь 5 кисточек с натурального ворса и с тисной, вот так выглядит кисточка, очень она хорошая, вообще наборчик мне за свою цену понравился, я надеюсь, что в будущем приобрету кисточки от компании Сигма, хотя я разочаровалась, так как кисточки Сигма синтетическое волокно, я ищу, чтобы кисточки были натуральные за такую цену, но девчонки хвалят, конечно, хотелось бы попробовать эти кисточки, посмотрим, но платить за кисточку, особенно для новичка, для лыжиста, платить за кисточку 200-300 гривен, это ведь, можно, конечно, купить себе для румян, для пудры, растушевочные, для нанесения тени, и потом скошенную кисточку можно купить, вот самые-таки необходимые кисточки, это были все мои кисточки, мою я кисточки с шампунем нейтральным или жидким мылом, хотя лучше специальными средствами, есть очень хорошее средство от компании Эльф, но, не знаю, платить 200 гривен, конечно, у кого есть такая возможность, почему бы и не 200 гривен за средство, на наши деньги, мы в Украине, то есть гривны, считают немножко, ну, немножко, а дороговатым, но все-таки, если у вас хорошие кисточки, такие как от Мак и Сигма, почему бы не купить? Очень хорошие кисточки от компании Нарс, кисточки, забыла, как они называются, тоже такая известная фирма, извините, забыла, конечно, как они называются, но кисточки от Сигма Мак, Нарс хорошие кисточки, есть кисточка очень хорошая, кабуки от Ардеко, в общем, это было видео посвящено моим кисточкам, вот такие кисточки у меня в наличии, здесь еще один наборчик, но он самый первый, такой самый дешевый, тут очень хороший чехол, очень такой, сделан с хорошего материала, в общем, кожа, не кожа, не знаю, вот для лизажа вот такой наборчик этих кисточек, это мой первый набор был, здесь кисточки есть, вот одна кисточка для тональной основы от Oriflame, и кисточки для пудры от Oriflame и Avon, в общем, такой небольшой наборчик, вот таких кисточек, я его очень редко использую, хотя вот эти кисточки от Oriflame и Avon, они очень хорошие, они уже у меня, наверное, годы 3-4, и все хорошо, и по дизайну они меня устроили, и для нанесения этих румяной пудры, очень хорошие, мягенькие, они очень, вообще, очень приятные, и, в общем, ничего пока не вылезло, волоски не упадают, со своей работой не справляются, хорошие кисточки. Ну, это было мое видео о кисточках, в общем, такие кисточки у меня сейчас в наличии, посмотрим в будущем, может, перебретусь от Mac или от Fina. Все, всех целую, пока, спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, пока!